Знаете, год назад в моей семье мы столкнулись с такой проблемой. Близкий родственник с хроническим заболеванием практически на регулярной основе сталкивается с ситуациями, требующими непосредственно участия врача. Да, у нас есть определенный диагноз, есть терапия, выписанная лечащим врачом, есть домотонометр, есть даже инструкция от врача, что делать в той или иной ситуации, но вопросов все равно возникает слишком много и часто они нас застают врасплох. Обычно такие ситуации обсуждаются врачом и пациентом на очном приеме, который происходит раз в месяц, иногда даже реже. При этом часто пациент использует термины, насколько я помню, вроде бы и так далее. Это действительно мешает врачу поставить объективный диагноз и предложить пациенту эффективное лечение. Вы знаете, мы нашли очень простое решение и создали вокруг пациента и врача некую онлайн-систему взаимодействия. Все очень просто. Пациент измеряет давление, тонометр автоматически передает данные в мобильное приложение, где они сохраняются в дневнике наблюдения и после этого передаются врачу. Система автоматически подсветит критические отклонения, выявленные у пациента, и врач сможет произвзаимодействовать с ним именно в тот момент, когда возникла сложная ситуация. Пациент сам может обратиться к врачу за разъяснением, не дожидаясь очередного очного визита, который может состояться через месяц, а то и два, и получить информацию на интересующий его вопрос здесь и сейчас, именно в тот момент, когда возникли критические для него показания. Мы взяли эту идею за основу и создали сервис «Умный мониторинг». Казалось бы, очевидные идеи, лежащие на поверхности, но оказалось, что большинство российских клиник не предлагает своим пациентам такой формат взаимодействия врача и пациента. Мы уверены, что век цифровизации только такой подход должен лежать в основе создания новых медицинских продуктов.